Как ты делаешь это? Я делаю всякие добрые нашивки, шауроны, умовые для Федора Павлюченко, для спецназа, для МНС, для МУСа. Так что, когда я их вижу, теперь у меня радость такая возникает, что моя справа. Вот мы его уже поставили за 10 дней до позволения. Мы его поставили на ночном дневном. Такая добрая посада, которая заключалась в том, что я просто сидел ночью, дежуровал, не спал. То есть, по целоховую, то есть, в смысле, что, ну, работать ничего не требовало, но днем я ни с кем не мог иметь некий стосунок, чтобы он спал, отсыпался. Когда я приехал в Минск, мне выпихнули из этой колонии, там выпихнули, я поспел оправнуться, но что у меня было? У меня был спортовый черный костюм, Nike, там было написано, кроссовочки такие, так само, такие. Вот, кепочки не было такой, гопнет. Когда я выглядывал справедливо. И когда я приехал в Минск, у меня же такие годы были такие китайские. Я выглядывал на все стосотку. И когда я просто хотел взять мобильник у кого-нибудь, потелефоновать, там, где что, то 15 минут ловил человека. Все сбегали, девочки, хлопчики, великие, малые, старые. Все просто сказали, не, 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 ничего не было, убегали. Как откинулся? Что делал? Как откинулся? Ну, по-перше, по-перше, я сдал свой стос книгу в Бабруйске, там, на вокзал. Сдал, там 50 килограммов, я бы до Минска просто не дотягнул. Вот он приехал, так у батьков побыл некоторый час, велика мама хваливалась. Просто с ней побыл. Вот он с девчонками своей любимой. В принципе, далее, далее уже тусовался по городу, там, с людьми, там, просто состракался с молодцем, с собрами своими. Ну, так, восстанавливаю свою жизнь. Займаться зараз, сбираюсь в принципе, в принципе, самое главное, зараз, в лужку забираюсь поехать. Она вот уже что-то написала, что сбираюсь в лужку, потому что нужно просто психологически отплачивать. Тут очень много людей, они такие все разноколеровые, они меня просто бесит тем, что они разноколеровые, такие веселые, смеются, ходят тут. А я привык, нет, так я привык, что ранятся и вечером, и поздно вечером выходят. В 250 там человек, там, 400-500, ну, какие-то, в зависимости. Все в черном, с фесками, в клифтах, тут дырочки, все, надписи, там, у меня было написано, какие мои, там, бригада такая-то, там, ну, все такое. Тут, тут такие тракутнички у всех, все от нольковые. И милицент так само от нольковые. Съеду в лес какие-то, посижу, может попрацую зараз, все же таки прокладу. Я спрячусь, что все-таки что-нибудь выйдет. Я перекладал с ангельской мовы такую книжку, у Клайва стоит целью, если есть хроники Нарнии. Там семь казок, семь историй, и вот одну из их я перекладал. Самую першую, левая ведьма арка и гардероб. А на какую мову? Ну, на белорусскую, натуральную, на белорусскую. Вот такая назва будет, левая ведьма арка и гардероб. И все же таки, все же таки я думаю, что, ну, удастся мне это допрацовать. Просто у всех этой пероклады, шитки с перокладами остались ее колонии. Просто схапили, болтовну выкинули из этой колонии. Я там полового-полого не забрал своих ни книг, ни из пероклады. На самом деле все, все перокладывали. Мне осталось просто где-то довести до нормальной белорусской мовы, потому что моя все же таки, так, оставляет ждать лучше. Ну, все же таки были там слова, которые я навык не веду. Навык не веду. Ну, широ, широ признаюсь, не веду, как быть чайник по белорусскому. Потом доведусь, что имбрык, ну, просто, просто было такое шастик, когда мне написали, что чайник, это имбрык, я ходил всех себя. Но, например, некоторые просто ангельские, так, сказы, там, неможемые пероклады. В принципе, ну, не настолько я добро веду ангельскую и белорусскую, как перекладать эту книгу, так, просто читать и перекладать. Какий степлен, хотя в этой моей цепке, хотя бы из таких плен, физически не отповинен быть в выгляде книги и в выгляде джабе еще дешча. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok